Волощук Немного расскажу о вулкане Горелый, мимо которого мы проезжаем. Это действующий вулкан. Высота его 1829 метров. Образовался он порядка 40 тысяч лет назад. Объем изверженного материала тогда составил около 100 кубических километров. Вулкан состоит из 11 конусов и 30 кратеров. Некоторые заполнены водой, а некоторые кислотой. В кратерах вулкана наблюдается постоянная активность фумароу. Напоминаю, что это трещины или отверстия, располагающиеся в кратерах на склонах и у подножий вулканов и являющиеся источниками горячих газов. Последний раз Горелый проявлял активность в летом 2010 года. Вот он, Горелый во всей красе. Уважаемые, друзья, музыки, видите, поземка? Это вулканическая пыль. Мелкая и противная. Забивает на заглотку и начинаешь кашляться. Снежочек, видите, лежит в июле месяце. Павел нам говорит, что еще две недели назад здесь все в снегу было. А вот это, это гостиница от вулкана Горелого, который там справа, сзади. Которая выплюнула это не так давно. И вот оно все здесь падало и бомбило. Вот эти вот камни. Это не лава, конечно, но камни. Так что вот такая вот красота. Это вулкан Горелый и его кальдера. По ней мы и едем. К Мутновскому вулкану, который добьется. Он же был добьем, но мне интересно. Уважаемые любители рок-музыки, ну как вам эта природа потрясающая? Эта мощь, вот он выдавил ее энергией вулкана, энергией тактонического сдвига. Вот эти вот массы горные выдавились. земли. Ну красота, снег. Ну, говорят, что еще не две недели назад он был белый. Сейчас вот немножко пылью покрылся. Но все равно прикольно. Согласитесь, класс. Класс, класс. Ну мы рады, что мы посетили Камчатку. Это прекрасное место просто. Наша русская земля. Класс. И всем рекомендую здесь побывать. Теперь немного информации о том вулкане, к которому мы держим путь. Его называют Мутновский вулкан или Мутновская сопка. Находится он в 80 километрах от Петропавловска-Камчатского. Абсолютная его высота 2322 метра над уровнем моря. Вулкан состоит из нескольких конусов, слившихся в единый массив. За свою историю Мутновский вулкан извергался не менее 16 раз. Самое недавнее извержение приходится на 2000 год. Сейчас вулкан не извергается, но проявляет ярко выраженную фумарольную деятельность, при которой выделяется огромное количество энергии в виде выбросов вулканических газов и множества горячих источников. Это одно из самых больших геотермальных месторождений в мире. Именно поэтому здесь построили Мутновскую геотермальную электростанцию, которая снабжает электроэнергией и находящиеся рядом золотодобывающие предприятия и на 30% обеспечивает электроэнергией город. А при полной загрузке может обеспечивать электроэнергией и весь город Петропавловск-Камчатский. Рядом с вулканом Мутновский действуют дачные горячие источники, которые иногда называют Малой долиной гейзеров. Хотя гейзеров там нет, а просто фумарольные газы нагревают воду холодного ручья. Уважаемые любители рок-музыки, вот вы говорите все время, ну что там у тебя за рок-путешествие? Ездишь там, обжирайся в ресторанах, водка на Камчатке. Ну какой там рок? Там рок-то и нет никакого. Ребята, вы ошибаетесь. Во-первых, тут есть рок-клуб камчатский, который мне писали в отзывах, в комментариях. Приглашали на Камчатку какой-то раз. Поэтому это рокерское место, настоящее. А теперь смотрите сюда. Это пещера в кальдере горелого вулкана. И самое интересное то, что в этой пещере хорошая акустика. И здесь периодически летом, когда тает вот этот ледник, дают концерты симфонические музыканты. Что это значит? Ну электрики тут нету, поэтому рокеры тут сыграть не смогут. Поэтому только акустические концерты дают. Вот сюда, представляете? Они спускаются и дают там концерт. Теперь вы поняли, что это настоящее рокерское место. Вы сказали, так кто ж симфонический оркестр? Причем тут рокеры? Ребята, во-первых, рокеры любят выступать с симфоническими оркестрами. Поэтому тут мимо не получилось у вас меня обвести. А второе, что различия между музыкальными стилями абсолютно условны. Это чтобы вы были в курсе, на крайний случай. Поэтому раз туда спустились музыканты, значит, настоящее рокерское место. Вот так, мы здесь вот находимся и рассказываем про рокерские места Камчатские. Ну класс! Возле самого города Петропавловск-Камчатский находятся так называемые домашние вулканы. Так местные жители называют группу из трех вулканов, которые видны сразу же при выходе из самолета. Да и вообще видны из любой точки города и особенно из акватории Авачинской бухты. Это вулканы Авачинский, Корякский и Козельский. Они расположены в нескольких десятках километров от города. Самый высокий из них Корякский вулкан. Его высота 3456 метров. Очень легко запоминается. 3456. Он считается действующим, но извергается редко. Тем не менее, последнее извержение наблюдалось совсем недавно. В 2008 году. Затем по высотности идет Авачинский вулкан. Его высота 2714 метров. Но зато из-за своей красоты именно он считается настоящим символом города. Это вулкан действующий. Со времени основания города в 1740 году он извергался 15 раз. Последнее извержение произошло в январе 1991 года. Оно оставило после себя огромный кратер диаметром 350 и глубиной 220 метров. И самый маленький в этой группе Козельский вулкан. Его высота 2189 метров. И он считается потухшим. На обратном пути Смутновского вулкана в Петропавловск-Камчатский наши гиды-водители завезли нас в одно потайное место, которое знают только камчадалы. Где бьет горячий ключ, сделан такой специальный бассейн, в котором можно поплавать в горячей термальной воде. И там нас угостили вкусным обедом. Уважаемые любители рок-музыки, а вот и настоящая экзотика. Это филиал долины гейзеров. Видите, бьет кипяточек оттуда. А вот бассейн, в котором мы сейчас будем плавать. Плавать будем. Смотрите. Здесь вот это как раз теплая гейзеровская водичка. Сейчас мы переоденемся. Оденем наши самые блатные купальники и сюда. И оттуда я вам сделаю небольшой репортажик. Договорились? Ждите. Ну вот он, кульминационный момент сегодняшнего ралли. Ралли, будем говорить, а гостиница Авача Мутновский вулкан. И вот здесь вот, видите, среди гор и лесов, я нежусь в бассейне, наполненном горячей термальной водой. Она реально горячая. Градусов, чтобы вам не соврать, тут 40, наверное, есть. Там-то можно оспариться, видите. Потому что пар идет прям оттуда. И нас предупредили, что даже руки лучше не совать. А здесь она уже отстоялась. И поэтому я лежу здесь себе аккуратненько в теплой воде и наслаждаюсь. Да, да, 40-45 может радость вот так. Реально такая. Сначала залазишь, она прям горячая, обжигает. А когда уже вот так вот полежишь здесь, поплаваешь, то уже ничего. Какая хорошая. Так что так. Ну, красота. Ну, что я могу сказать. Вот она. Прекрасная российская природа. Тут тебе холодно. Сверху тучи, фактурное небо. Дождик намечается. А здесь теплый. Наслаждаешься жизнью. Но так и подбывает меня сочинить песню про Камчатские края. И сегодня вечером я буду ее сочинять. И потом вам буду пить. Вы не против? Уважаемые любители в музыке. Вы не против, чтобы я спел вам песню про Камчатку? Про Камчатский край, про наш благодатный. По глазам вижу, что вы не против. Более того, хейтеры прямо говорят. Давай, давай, сочинием. Мы хоть постигнемся над тобою. Обязательно сочню. Ребята, чтобы у вас была возможность проявить свой талант. Юмористический. Мне он нравится. Я вам всем аплодирую. И с вашего позволения я занабну разочек. В своих подводных кончочках. Вы не против, уважаемые любители. Чтобы я занырнул. Ну что, неплохо. Хорошо. Rock'n'Roll forever! Ждите песню с Камчатки! Уважаемые любители рок-музыки. Ну скажите, что может быть лучше трапезы на свежем воздухе? На Камчатском полуострове, на южной его оконечности. В окружении прекрасных гор, туч. И самое главное, в окружении прекрасных людей. Я уверен, что вы скажете мне, ничего лучше быть не может. И вы будете правы. И хочу я произнести тост за наш Камчатский край, в первую очередь. И вторую очередь. За наших прекрасных гидов. Идите сюда. У них символичные имена. Петр и Павел. А мы находимся где? В Петропавловской, Камчатском. А это двойная удача. Поэтому давайте за Петропавловск, Камчатский. За нашу родную Камчатку. За начало русской земли. И за наших прекрасных гидов. Камчадавов. Давайте. Ух ты. Вот так вот, уважаемые любители рок-музыки. Здесь все серьезно. Тут не шутят. Запомните это. Тут люди не шутят. Особенно с медведями. Нельзя шутить. Правильно? О, мужики не дадут соврать. Тут нельзя шутить. Тут надо ходить писать только вдвоем. Группами. Мелкими перебежками. Помните анекдот про Китай-то? Когда они собрались нападать на Советский Союз. Сначала выступает главнокомандующий танковых войск. Я говорю, сначала мы пустим вперед танки, танки, еще раз танки. А голос из зала. А скажите, а пускай будем сразу два или по одному? Потом выступает начальник авиации. Я говорю, а потом мы пустим авиацию, авиацию, еще раз авиацию. Встает голос из зала, говорит, извините, авиации не будет, летчик заболел. А потом встает начальник сухопутных войск и говорит, а потом мы пустим пехоту. Но, говорит, передвигаться будем небольшими группами по 10 миллионов и короткими перебежками. Ну вот так, поэтому тут все серьезно, чтобы вы понимали. Уважаемые люди, руководители музыки, а я сейчас попробую наше национальное блюдо. Гречечку, гречечку. Американцы не могут понять, как мы ее едим. А мы не можем понять, как они едят бигмахи. Но хотя уже начинали понимать. Да, дочь, уже понимаем? Ммм, рассыпчатое, хорошее. Ой, чуть язык не проглотил. Трикусил, реально. Ну, напрашивается тост, уважаемый любитель рок-музыки и уважаемые хозяева этого ралли. Гостиница Авача и вулкан Мутновский. Напрашивается тост. Ну вот, потребляют это прекрасное русское блюдо. Хочется выпить за Россию, матушку. Ну, прям вот напрашивают, а. Что все здесь пахнет Россией, да? Доча, что пахнет Россией? Ребенок соврать не даст, вот так. Давайте за Россию, матушку. И за нас, за русских людей. Которые умеют радоваться жизни. И делать хорошие вещи в этой жизни. Вот так вот, давайте. Поддерживаем, да. Буду есть. Буду есть. Я из Днепропетровска. Елена Ивановна из Абакана. Серега из Риги. Вы из Ульяна Скавыск. А вот это москвич затесался. Давайте за дружбу международными народностями, национальностями, отдельными личностями и городами. Мужики, я хочу произнести заключительный тост. Потому что вы же знаете, что без тостов пить нельзя. Тогда трапеза и общение превращаются в обыкновенную пьянку. А заключительный тост я хочу произнести следующий. Мужики, я как будущий эксперт Мишлен Тайный, всегда оцениваю рестораны. Ну такая у меня работа. Вот. И поэтому я даю оценку. Я хочу дать оценку сегодняшнему столу. Ну потому что без этого мне нельзя. Я должен обязательно дать оценку. Я делаю оценки по пятибалльной системе. Так вот и вот этому столу делаю пять баллов с плюсом. Почему? Потому что я вспоминаю свою молодость, когда мы работали геодезистами. И когда мы выезжали в поле на съемки. И когда уже заканчивалась работа, мы на таком же, ну не на джипике, а на уазике, накрывали прям на капоте. Сальса, знаете, колбаска, хлебушек, чесночок. И вкуснее не было ничего. Так вот. Я давно не ел такого вкусного стола. Спасибо вам, мужики. Особо отмечаю. Я всегда, контрольная закупка у меня. Кофе, кофе в конце ужина. Понимаете? Кофе. Если кофе не умеет делать, я ставлю два балла ресторану. А тут, уважаемый любитель рок-музыки, здесь чай из шиповника. Во. Ставлю этому столу пять баллов с плюсом. Давайте, за вас, мужики, за ваше гостеприимство. И всем любителям рок-музыки, и не только, рекомендую ехать сюда, обращаться к Петру и к Павлу. И они вас провезут и накормят вкусной гречкой с салом хохляцкой, яйцами, колбаской, камчаткой. Все будет вот так. Давайте. Уважаемый любитель рок-музыки, обратите внимание, какой здесь прекрасный променад. Прекрасные дамы прогуливаются, рассуждают об искусстве. Имеется в виду искусство рок-музыки. Потому что это же участники рок-группы Волочука СД. Они о другом говорить не могут. Они говорят только о высоком. Об искусстве. О рок-н-ролла. Поэтому за рок-группу Волочука СД. Заключительный дождь. Давайте. Давайте. Из жизни русской профессуры, Из жизни докторов наук, Истории вам без цензуры, Расскажет рокер Волощу. Волощу.